Погнали? Погнали! Здравствуйте! Как вас зовут? Ну, что за шут? Ты знаешь, как меня зовут. Нет, здравствуйте! Это GoodGame.ru и навигатор игрового мира. А с нами... Максимов Павел, также известный как LancerX. LancerX. А также известный как AirMust. Да, но это далеко в прошлом, поэтому... Когда сменил ник, лучше стало, да? Не совсем. Больше стал играть просто. Больше стал. А может, фарт действительно прошел. Может, несчастливый ник был. Хорошо, ты играешь за протосов. Тебе сколько полных лет? Нет, 36 лет. 36 лет протос. Слушай, но... Из Москвы. Из Москвы. Люди, которые играют с AirCraft, они все over 30, ты же понимаешь. Да, да, да. Почти все. Хорошо. Мне кажется, у тебя есть достижения по последним Lan'ам. Можешь назвать их в Москве? Ну, я выиграл последний Lan подобного плана. Только там были все лучшие российские игроки. В финале кого ты выиграл? В финале я выиграл Not For You. 3-1, по-моему. Так, до этого у меня были фиаско. Три подряд Lan'а у меня были фиаско. Из-за проблем с алкоголем, я думаю. Грубо говоря. Точно из-за этого? Ну да, там был совсем дикий чемпионат, когда я стрелял по своим собственным юнитам. И отлетел во втором раунде, по-моему, от игрока уровня C-. Ну, как его звали? Ты запомнил? Забыл. Прикиньте. Проклятие спало, как я выиграл Lan'а. И я забыл сразу его имя. А до этого помнил? До этого помнил. Блин. Ну, хорошо, запоминаешь себя. Ну, еще вот были турниры, там, до этого, предыдущие, которые на белорусской клубе, я не помню, как он назывался, там организовывали. Их я выигрывал. Штук 5 или 6 где-то выигрывал. Хорошо. А ты входишь, получается, в топ-10 европейских игроков? Самое смешное, что нет. В онлайне мои результаты просто ужасные. То есть, недавно были отборочные на лигу, европейскую лучшую. И там надо было попасть в топ-20. По итогам я занял топ-80. Топ-80? Топ-80. А кто из российских игроков выше тебя? Девальд, SPX, Not For You. Только три? Ну, возможно, еще есть люди. А вот Казах там Терран есть. А, Гаргойл ты имеешь в виду? Я не знаю, я не знаю, если честно. Почему он не приехал? Это надо у него спросить. Почему ты спрашиваешь у меня? Ну, может, ты и вдруг? Нет, мы с ним не общаемся. Он не любимый, мне кажется, человек. Он редко общается с кем-то. Он не часть коммунити. Я понял. Хорошо. С какими целями ты ехал сюда? Зафармить какую-то денежку, уничтожить корейцев или был какой-то другой квест? Может быть, не проиграть тому типу? Имя которого я не помню. Ты боялся его встретить? Нет. Ну, чемпионат подобного плана. Надо ехать без цели. Просто потому, чтобы посетить. Ну, это реально праздник для любителей этой игры. То есть, приходи или гей. Вот такой слоган был. Приходи или гей? Или, ну, похуже слово было, но или гей. Не, ну, я думал, как, что я отлечу на самом деле в переду храуна. Но мне очень повезло с сеткой. У меня игроки первые два были, ну, вообще ниже класса. Потом третий Мэффи, если ты знаешь. Он выиграл мне 400 рублей. А, ну вот. Меня он тоже поднапряг, я вспотел. Ну, и, видимо... Я думал, что я терроном могу его забрить, а он оказался неплох. Мэффи что-то умеет. Мэффи шарит. Дальше SPX. Самый серьезный мой противник, я считаю. Да, пока. SPX. SPX. Потом, ну, кореец, ну, это, естественно, сразу... Кореец какой? Миса. Миса, Матор, любитель. Я знаю, смотри его стримы, он очень хорошо играет. На последний корейский легион отбирается, обыгрывает прогеймеров. Каких как? Ласта он обыгрывал, я помню. Ласт крутой. Ласт крутой, да. Он ЗВЗ хорошо очень играет. Ну, точно. Но Тосом можно катнуть. По идее. По идее, если он ЗВЗ, окей. Ну, недавно он играл с Раином на КСЛ. Да, он отлетел 3-0, но Раин чемпион КСЛ все-таки. Немного, немало. И там и у него были трудности. Ну, сам понимаешь, современная ЗВП. А я не знаю, какое сейчас современное ЗВП. Оно тяжелое, оно тяжелое, поверь мне. Какой взаимец виду? ЗВП. Для Протаса оно очень тяжелое. Для Протаса? Да. А почему? Зерги... Помнишь, Бису всех уничтожал? Ну, только Бису и мог. Только Бису и мог. По факту, ты же больше никого не вспомнишь. Кто уничтожал Зерги? Зерги, да. Нет таких Протасов. Раин? Нет, он не уничтожает Протасу. В финале он, помнишь, проиграл Эфорту? 3-0. Или 3-1, по-моему. В полуфинале АСЛ, да. Там, по-моему, 3-2. 3-2, и он проиграл ту игру, которую не должен был. 3-1. Но там он должен был последний выигрывать. Ну, со слагательного наклонения нет. Ну, то есть он не отлетает. Он равный Рейну и Бису. Я согласен, но Рейн все-таки, да, единственная надежда осталась. Ну, согласен, я, поверь мне, ЗВП очень тяжелый матчат. Очень тяжелый. Вот сейчас я проиграл. У меня было 3 темплара. С этим 3 темплара я на зимную армию Шайна, про геймера на секунду, разбирал в говно. Прилетело мутать, чик-чик-чик, все, нету темпларов, нету армии, считай. А я хотел тебе спросить, а ты же понимал, что тебе не хватит контроля и проще наделать шариков? Я хотел, я хотел... У меня была глупая мысль, что я переконтролю про геймера. Ну, дурачок. Потому что вначале у меня были удачные моменты, именно с микро связанные. Я решил, что может дальше так же пойдет. Идут три пробочки, которые собрали. Да, да. Ну, почувствовал уверенность, за что был наказан опытным задротом. Слушай, а как так, короче, у тебя же Corsair появился, как там мута вообще появилась? То есть, вначале началось все с того, что он чизил там 10 или 12 собаками с мулом, да? Ты построил 3-4 фатонки. Я, конечно, испугался. Трех хватило бы. Трех хватило бы. Вот. Но у тебя по рабам ушло где-то там, мы посмотрели, 17 на 10. То есть у тебя плюс 7 рабов. Да, это ощутимое преимущество. По идее, в тайминге, дальше ты должен выигрывать. Да, я должен был выигрывать эту игру, если бы я был пряморуким протасом. Но, да, тактическое преимущество было за мной. Макро преимущество за мной, да. А почему Corsair не напряг? Напряг. Я убил двух овердортов ему, или одного, по-моему. Но потерял Corsair на Скоржах. Да, вот это как-то... Ну, это стандартная ситуация, а у тебя должно быть преимущество. То есть ты раньше должен был вылететь. Нет, он сразу лейер, если ты помнишь, заказал. Он сразу заказал лейер. В ущерб, да? Да, в ущерб экономике. И да, там был момент, когда я мог пойти тремя зилотами, но я не пошел. Ну, переоценил его. Да, тебе надо было, наверное. Ну, я же не без мапхака играл, что еще. Мапхака-то не было. Ну, так на чуйке, нет? Ну. Он бы собак не смог себе позволить строить. Что сейчас говорить? Ошибки, ошибки, очевидные ошибки. Но сейчас бы ты пошел с зилками. Я не знаю, как бы следующая игра нас будет. Не, ну, как бы ты в этой игре пошел бы с зилками. Надо было идти, пошел бы, пошел бы, да. Слушай, а когда ты начал бегать с зилками, зачем ты это делал? Я видел на корейских стримах, как корейские про пытаются развлечь зерга. Зилы туда, зилы сюда, армии нету наземной, чтобы везде отбиваться. У них это очень хорошо получилось. Мне казалось, что я тоже что-то сделал, но... Но там, на самом деле, ты ничего не сделал. А потом они мастят гунов и ходят гунами со штормами. У меня все это вышло медленнее, и у него успела построиться новая мута. План был такой, что я буду развлекать его зилами, потом нападу гунами со штормами. Вот так. А корсаров там не предполагается, да, держать вот это 6-6 плюс 1 или там 7... Газа бы не хватило. У меня и так 3 тамплара было, я не мог позволить себе больше. Не хватало газа на это все. Ну, мелкие погрешности, сам понимаешь, как снежный ком, скатываются к тому, что тебе где-то не хватает газа. Где-то какого-то юнита важно. А третья база в этой стратегии вообще то составит третью базу? Изначально я не предполагал ставить третью базу. Мне хотелось с двух баз сделать. Мне хотелось затягивать эту игру, потому что я понимал, чем дальше игра затягивается, тем больше ошибок совершаю я. У тебя 10 гейтов было, да, 10? Ну, около того, да. Я рассчитывал с двух баз сделать ударный кулак такой, но не получилось. Развлечь, развлечь, потом собрать и подавить, да? Да, ты понял мой замысел. На 146 где-то, да, с 2-1. Нет, с 2-0. А, да, второй фарж у тебя нет. А, не строят так рано. Не строят? После третьей атаки ставят. Ну, что ж... Это какая, 14-ая была бы? Минута? Да. Ну, где-то третья атака появится на 15-ой, 14-ой, да. Пробрил бы, да? Если бы он не законтролил. Да, уничтожил бы. Уничтожил бы. Блин, это было почти в говно. Теоретикал в инзам. Да. Нет, но, во-первых, от всего комьюнити мы хотим тебя поздравить. С тем, что ты лучший российский игрок, лучший протас. Разбавил корейскую... Да, да. Сюда же приехали европейцы, они все отлетели раньше. Ну, очень, кстати, странно. Потому что в онлайне они меня тоже обыгрывают. Поздравляем тебя. Спасибо. Да, скажи что-то для комьюнити. Ой, очень рад, что такой турнир состоялся. И дай бог, чтобы в будущем были подобные планы турнира. Спасибо.